Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президент Светлана Анатольевна, Татьяна Юрьевна, Владимир Фёдорович. Очень рада быть сегодня здесь. Благодарю за возможность выступить с докладом, поделиться хоть маленьким, но всё-таки собственным опытом. Тема моего доклада – собственный опыт применения таргетной терапии в режиме поддержки у больной БРСИ ассоциированным раком яичника. Итак, 2012 год. В онкодиспансер обращается пациентка в то время 54-х лет с жалобами на боли в эпигастрии, которые пациентка отметила с января 2012 года. Обследование она предварительно прошла по месту жительства. Исключалась патология желудочно-кишечного тракта. По результатам исследований ФГДС, ректороманоскопии, иригоскопии, рентгеноскопии – всё благополучно. Однако по УЗИ органов брюшной полости и малого таза в брюшной полости выявлено большое количество свободной жидкости. Из-за брюшины в мезогастре визуализируется гипоэхогенное образование до 60 мм. Осмотрено гинекологом в амбулаторных условиях образование брюшной полости, но по Москве атрофический тип. В лёгких, безочаговых и инфилизративных изменениях по рентгену заподозрена всё-таки какая-то онкопатология по гинекологическому профилю. Заподозрено заболевание яичника. Выполнены СКТ брюшной полости. Выявлено множественные мягкотканные узлы до 15 мм по ходу брюшины, сливающиеся в конгломераты до 70 мм в области корня брюшейки, до 10 см вдоль передней брюшной стенки, также очаги в области ворот печени вдоль висцеральной поверхности правой доли, значительное количество жидкости в брюшной полости, а также увеличенные лимфатические узлы ворот селезёнки и безэнтериальные лимфатические узлы. Собирается консилиум и принимается решение пациентку госпитализировать в хирургическое отделение онкодиспансера для оперативного лечения. На операции визуально диагностируется предварительно рак яичника диссиминированный, выполняется экстерпация матки с придатками, экстерпация сальника. По гистологии в заключении морфолог даёт серозное цистоденокарциномо яичника G3 с метастазами в серозную оболочку и в сальник. Таким образом диагноз установлен в заболевании яичника стадии А3, Т3Н1М0, аденокарциномо G3. И пациентка направляется, естественно, к химиотерапевту для выбора адекватной линии, адекватного режима полихимиотерапии. 2012 год, ну и предлагается публике выбрать режим, по которому, если вернуться в прошлое, по какому режиму вы бы пошли. Можно проголосовать? Хорошо. Так, кто-то за циклофосфан голосует. Цесплатин с гемцитабином. Спасибо. Ну, мы оказались в меньшинстве, пошли по схеме карбоплатин с циклофосфаном, поскольку у пациентки выявлена скорость клубочков фильтрации менее 60 мл в минуту. И 2012 год в онкодиспансерии было проблематично выбрать альтернативную схему, не было порой цесплатина. То, что имелось, тем и лечили. Тем не менее, 6 курсов химиотерапии провели по режиму карбоплатин с циклофосфаном. Успешно. Ремиссия сохранялась в течение 30 месяцев. При очередном обследовании в режиме эскетно-органов брюшной полости, которое провели в апреле 2015 года, диагностирован рецидив. В области ворот печени визуализировано образование диаметром 30 мм. И в области брюшейки тонкой кишки определялись два мягкотканных узла диаметром 90 и 35 мм. У онкомаркеров больше 200 мм. Обращаю ваше внимание, что у пациентки практически не было никакой клинической картины заболевания. Какие-то незначительные, ну, периодически возникающие боли в области малого таза, в брюшной полости. И дезюрические расстройства, также носящие приходящий характер. Принято решение возобновить химиотерапию в режиме карбоплотин с доцитоксилом. Проведено 5 курсов лечения. Лечение завершено в октябре 2015 года. Планировали провести еще один курс лечения, заключительный 6-й. Но с учетом трудной переносимости, с учетом периферической полинеэропатии и метагенных расстройств, пациентка от проведения заключительного курса лечения отказалась, оставлено под наблюдение. Стабилизация сохранялась в течение одного года. Вновь нет клинической картины заболевания. Снова прогрессирование выявлено только по онкомаркеру и по СКТ-исследованию. Значит, что по СКТ от 2016 года? Имевшиеся ранее определяемые очаги увеличились в области ворот печени и прилежащих к воротам отдела 4-го сегмента. Очаги до 75 мм. И, кроме того, появились множественные мекотканные узлы по брюшине диаметром до 30 мм. И появился увеличенный лимфатический узел в паховой области справа до 40 мм. Возобновляется химиотерапия по программе «Цисплатин» с доцитокселом. Пройдено 4 курса лечения до февраля 2017 года. Достигается частичный регресс опухолевых узлов. И в 2017 году, уже в сентябре месяце, я извиняю за опечаточки, конечно же, рецидив случился в 2017 году, бесплатный интервал 7 месяцев, по СКТ размеры ранее определяемых метканых узлов брюшной полости увеличились до 60 мм и в корне брыжейки тонкой кишки до 55 мм. СА-125 также высокий, извиняюсь опять же за дату, от 10 октября 2017 года. И с 2016 года стала более активно доступна нам такая опция, как определение BRCA статуса, статуса мутации в гене BRCA. И хочу обратиться опять же к аудитории. Насколько часто и в каких ситуациях вы определяете мутационный статус у пациентов с раком яичников? Первое. Определяю у каждой пациентки при первичном обращении, независимо от расовой принадлежности ЭКОК и возраста. Второе. При прогрессировании заболевания у каждой пациентки, сплатеночувствительным рецидивом, также независимо от расовой принадлежности, возраста, статуса ЭКОК. Третий вариант. Определяю избирательно, как при первичном обращении, так и при рецидиве, но с учетом расовой принадлежности все-таки, статуса ЭКОК и возраста. Или не определяю вовсе. Благодарю. Также мы определяем при прогрессировании заболевания. И да, то, что и ожидали, мы получили. В октябре 2017 года у пациентки выявлена мутация гения Берсей. Мы порадовались за пациентку предварительно, то, что у нас появился резерв в лечении. И с ноября 2017 года возобновляем химиотерапию в режиме с сплатен с гемцитабином. Провели мы 6 курсов успешно до апреля 2018 года. По СКТ-исследованию появление новых узлов не отмечено и достигнут частичный регресс опухоли. Онкомаркер пришел в норму. Можно проследить снимочки. К сожалению, стартовое СКТ-исследование от 2017 года предоставить не могу, но можно проследить в февраль и апрель 2018 года. Есть два узелочка. В области корня брожейки и в области ворот печени справа и слева узлы сокращались. Таким образом достигнут частичный регресс опухоли. И с учетом наличия берсии и мутации пациентка переведена на поддерживающую таргетную терапию препаратом Аллапариб. Лечение начали мы успешно в июне 2018 года. Промежуточное СКТ-исследование мы уже успели сделать. 15 сентября 2018 года отмечается продолженное сокращение в размерах двух опухолевых очагов контрольных. Данных за прогрессирование заболеваний нет. Пациентка чувствует себя замечательной. Из нежелательных явлений только можем отметить анемию, легкой степени тяжести, которая успешно корригируется. Лечение продолжаем в прежнем режиме. Контрольное исследование назначено на январь 2019 года. Надеемся на достаточно хорошие результаты на длительный ответ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok